Здравствуйте, мои прекрасные зрительницы! Приветствую вас на своем канале! Мне теперь постоянно в рекомендованных выходит видео на английском языке, потому что изначально подобное видео я посмотрела на английском языке, о тех вещах, которые должна иметь стильная женщина, о тех вещах, которые стильная женщина всегда инвестирует и так далее, и так далее. Признаться, я решила, что называется, сплагиатить. Я решила парочку таких видео посмотреть, а потом, в общем-то, перечислить то, что другие перечислили, сказать вам, вот такие классные вещи. Если их иметь, вы будете выглядеть хорошо, стильно и так далее. И попалось мне одно очень интересное видео. Я вообще всегда стараюсь смотреть блогеров, у которых мало подписчиков на канале, потому что я считаю, что когда блогер только-только начинает, он действительно отдает всего себя. Он обладает просто максимумом информации, которую он хочет донести, которую он хочет рассказать. И я люблю именно маленькие каналы, то есть где до 10 тысяч подписчиков, либо вот слегка-слегка за 10 тысяч, уж никак даже не 20. Повторюсь, я считаю эти каналы очень информативными, что на английском языке, что на русском языке, на любом языке. И вот попался мне подобный канал. Там, в общем-то, это мы хозяйка примерно моего возраста, но, по всей видимости, которая очень нравится красиво одеваться, у которой, возможно, очень-очень развитый Инстаграм. Не суть важны. Видео на английском языке, где она рассказывает о своих вещах. И сначала список мне показался очень-очень продуманным и очень-очень даже, что называется, имеет место. Но в итоге это видео я посвящаю тому, что очень часто существуют стереотипы, которые до нас доносят люди, которым нравится одеваться, которые умеют это делать, которые хорошо выглядят. Но любые вещи, которые перечислены так или иначе, где-то упоминаются и о которых я сейчас скажу, я на собственном опыте убедилась, что это настолько индивидуальные вещи. Их на самом деле, при всей их базовости, очень-очень трудно стилизовать. Итак, первая вещь, которая называется большинством блогеров, что на русском языке, что на английском языке, на любом языке, если мы посмотрим подобные вещи, подобные, точнее, видео о вещах, которые должна иметь любая модница, которые легко компоновать, в которые стоит инвестировать, то есть потратить на эту вещь несколько больше, чем на другую, это черный пиджак. Почему-то на данный момент, в этом году, черный пиджак доминирует во всех номинациях, что называется. Но могу по себе сказать, что у меня до сих пор нет черного пиджака. Сейчас очень многие мне скажут, Яна, да, ты здесь вообще не показатель. Возможно, но, повторюсь, как человек, который очень-очень любит моду, я несколько раз, что называется, пробовала внедрять в свой гардероб именно черный пиджак, но он у меня не носится. При том, что я всегда говорю, что я очень люблю дескодовые компоновки, а-ля дескодовые компоновки, считаю, что их очень легко обыгрывать, добавляя яркие аксессуары, добавляя, возможно, спортивные как раз-таки аксессуары, какие-то моменты, штрихи, можно получить действительно очень, что называется, лук-сталиш, очень стильный лук, очень современную модерновую компоновку. Но при этом черный пиджак у меня не прижился. Почему? Потому что черный блейзер, черный пиджак, черный именно пиджак, а не жакет, это вещь, которая будет хорошо компоноваться и смотреться со всеми остальными вещами, любые брюки, любые джинсы, любой фасон, брюк, джинсы, джинсы мы возьмем, либо юбку, либо платье, все это будет хорошо компоноваться и смотреться, либо наоборот, так не будет смотреться и компоноваться выигрышно, как нам бы хотелось, исходя из длины. То есть вот черный блейзер, он не может быть один на все мои юбки, на все мои брюки, на все мои джинсы и одинаково со всем хорошо смотреться, как очень часто это преподносится. Совершенно нет. Нет, черный блейзер, он универсален, как вещь сама по себе. Действительно, под черный блейзер мы можем надеть белую футболку и синие джинсы и уже выглядеть очень-очень хорошо. Это лук, который очень легко модернизовать, это лук, который очень легко трансформировать в вечерний, либо в прогулочный, он на самом деле только при помощи аксессуаров, трансформируется очень-очень легко. Но сам по себе черный пиджак, как герой, что называется, этого романа, он не будет настолько универсален в отношении всего нашего гардероба. Поэтому совершенно точно я бы могла сказать, что инвестировать в черный пиджак, за ним охотиться, его искать я бы не стала. Для меня, например, черный пиджак, как я и сказала, не явился такой супер-супер функциональной и удобной вещью. Для меня, например, трикотаж и просто черный свитер, который можно носить заправленным, выпущенным, который можно носить под пояс, без пояса, как угодно его можно обыгрывать, при помощи гроши, при помощи до всего чего угодно. На самом деле для меня эта вещь явилась гораздо более функциональной. Поэтому черный пиджак однозначно нет в плане функциональности, в плане универсальности для любого гардероба, потому что, скорее всего, придется иметь каких-нибудь 5 черных пиджаков, чтобы они хорошо смотрелись вот с этим платьем и вот с этими брючками. На второе место по, скажем так, пропагандируемой универсальности и удобству я бы поставила куртку-косуху, кожаную куртку-косуху, которая также номинировалась и доминировала. Во всех видео, которые я посмотрела, очень многие модницы говорят, черная куртка-косуха сделает, в общем-то, ваш любой лук модерновым, удобным и уютным, и, в общем-то, все будет хорошо и прекрасно, и с черным платьем узким носится, и с летящими юбками хорошо смотрится, и с любыми джинсами, совершенно точно, да, могу сказать. Но я в итоге являюсь обладательницей каких-нибудь хороших 5 курт-косух, и все дело в длине. Я много раз рассказывала, что длина в куртке-косухе позволит нам хорошо и классно компоновать, опять же, вот с этой юбкой и с этим платьем, но та же самая куртка-косуха будет очень плохо смотреться вот с этими брюками, которые уже имеются в нашем кардеробе. И для того, чтобы, скажем так, постоянно быть в образе подруги, подруги того человеку, который забываю, чтобы постоянно находиться в образе модной подруги-мотоциклиста, мы на самом деле должны быть обладательницами как минимум двух курт-косух, а то лучше еще трех, чтобы именно за счет длины этого изделия соответственно выглядеть хорошо со всеми теми вещами, компоновать хорошо со всеми теми вещами, которые у нас в гардеробе имеются. Поэтому куртка-косуха однозначно не так универсальна, как хотелось и как, возможно, кажется, когда мы смотрим соответствующее видео, когда мы пролистываем, возможно, чьи-то инстаграм. На третье место очень многие ставят пару идеальных джинсов. Идеальные джинсы, синие джинсы и так далее, и так далее. Вот совершенно точно, во что бы я никому не рекомендовала инвестировать ни время на поиски этой вещи, ни бюджет на покупку этой вещи, так это пара синих, именно синих джинс, классический синий деним. Неважно, мы любим скини, мы любим широкие джинсы, бананы, мамс джинс, неважно, какой фасон мы предпочтем, синие джинсы, это настолько избито, что на самом деле лучше купить черные джинсы, серые джинсы, черные джинсы с потертостями, белые джинсы, лучше вообще брюки какие-нибудь классные себе купить, опять же, со стрелками, возможно, в клетку, али адрескодовый вариант. Эта вещь будет гораздо выигрышнее смотреться, с теми же самыми вещами, с которыми мы собираемся компоновать наши джинсы, допустим, белая футболка, допустим, кожаная кулька-косуха, допустим, черный блейзер, который упоминался выше. На самом деле, все, что угодно сейчас, в данный момент, будет смотреться с этими вещами лучше, чем пара синих джинсов. Синие джинсы настолько приели, синие джинсы избиты, да, если они встретятся и стоят, что называется, недорого, можно купить себе идеальную пару синих джинсов. Но, повторюсь, инвестировать собственное время в поиск, инвестировать собственные средства в покупку синих джинсов, я бы совершенно и точно не стала. Ну и на пятое место я поставлю, а, возможно, на четвертое что-то сбилась я со счета, я поставлю белую футболку. Вот моя, с одной стороны, нелюбовь к белой футболке прослеживается с начала записи моего модного контента и видео, которое я посвящаю разбору гардероба, моде, тому, как стоит одеваться. Потому что вот белая футболка, на мой взгляд, она может, ну, так классно, классно, классно смотреться, если нам повезет ее найти. Найти ее очень-очень сложно. Должна быть соответствующая плотность, которая подойдет именно мне. Возможно, не подойдет вам, и наоборот, подошла вам. Вы мне написали, Яна, вот там-то и там-то есть классные белые футболки. Но, возможно, эта плотность, эта горловина, эта ширина рукава, эта длина рукава, она мне может не подойти. И наоборот, слушать, опять же, блогеров о том, что вот такие классные белые футболки появились в продаже вот там-то, и идти туда и выбирать. Это тоже нужно к этой информации относиться очень-очень внимательно, потому что белая футболка, найти ее очень сложно. Это мега супер, с одной стороны, универсальный, действительно, вариант. Если нам посчастливится найти, мы будем компоновать ее со всем. Она будет действительно очень хорошо смотреться. Я считаю, белая футболка для любого возраста подходит и облегчит нам модернизацию всех наших луков. Опять же, мы будем выглядеть, с одной стороны, везде уместно. Белая футболка позволит любой лук трансформировать при помощи аксессуаров. Я показывала летом в вечерний вариант, в более дневной вариант и так далее, и так далее. Но белую футболку нужно, на самом деле, что называется, потрудиться для себя найти. Потому что белый трикотаж, он очень коварен. Белая футболка, прежде всего, за счет рукава, очень-очень коварна. Но, опять же, горловина на белой футболке, то, как она сделала, насколько аккуратно, либо нет, может выдавать тот простой факт, что да, все хорошо, но горловина выдает, что стоила эта футболка 10 евро. А иногда бывает такая же горловина на футболке за 100 евро, что, конечно же, не позволяет ей выглядеть классно, хорошо. А именно, что называется, шаговое расстояние. Возможно, силуэтно, да, все легло, все отлично, длина рукава, ширина рукава нам подходит. Но шаговое расстояние видно, что как-то футболочка сделала не очень хорошо. Поэтому относитесь очень-очень внимательно, дорогие зрительницы, к информации о мега-супер-универсальных вещах, которые должны быть в гардеробе каждой стильной женщины, в гардеробе каждой модницы. Потому что вот именно с этими вещами дело обстоит очень и очень индивидуально. Все нужно мерить. И помните, если на вас эта вещь не сидит, и она вам не нравится, дело, скорее всего, в ее длине. Дело, скорее всего, в ее длине, если речь идет о кожаной куртке-косухе, о джинсовой куртке, например, либо о черном блейзере. И, соответственно, речь идет о материалах, если мы говорим о такой простой вещи универсальной, как белая рубашка, белая футболка и так далее. Желаю всем выглядеть хорошо и стильно, классно, поймать свою фэшн-волну, наслаждаться тем, что мы на ней находимся. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока!